Несколько сотен использованных батареек удалось собрать учащимся 10-й школы. К участию в областном этапе конкурса «Энергия. Среда обитания» здесь подошли с креативом. Проект по экологическому воспитанию реализовали Ульяна Гориш, ученица 4-го Д-класса, и её мама Ирина. Мы сегодня здесь собрались по хорошему поводу. Мы проводим акцию, которая называется «Сдай батарейку, получи карамельку». То есть, таким образом, мы совместили желание ребят помочь природе и любовь к сладкому. Я считаю, что формирование экологического сознания жизненно необходимо современному человеку. И ядром этого экологического сознания является понимание единения с природой и ответственности за природу. Школьники убедились – одно простое действие приносит колоссальную пользу. Дети узнали, что таким образом могут спасти от отравления одного ежа, два дерева или тысячи дождевых червей. Организаторы и не надеялись на такой ажиотаж. Счёт конфет шёл на килограммы. Ящик для батареек наполнялся за считанные минуты. Вчера мальчик принёс сначала 10 батареек. В самом начале он спросил, типа, а что у вас за акция, типа, что это такое. Через минут 10 пришёл, принёс 10 батареек. Через минуты 3 принёс ещё 10 батареек. А потом, через минуту, может быть, опять 10, принёс 32 батарейки. Он принёс больше всех вчера. Самыми активными оказались младшеклассники. Ярославу Новораю, ученику 1-го В-класса, удалось собрать 33 батарейки. Помогала вся семья. Нам бабушка дала. У неё ещё есть целый большой мешок. Ну, мы не знаем, где он. Это бабушка нам собирала. Коллектив «Варяга» решил не оставаться в стороне. Сдали 54 батарейки и поставили рекорд. Но счастье было недолгим. 131 батарейку принёс ученик 4-го В-класса Алексей Струк. Папа помогал. Папа любил коллекционированные батарейки и складывал их. Мероприятие в подобном формате ребят заинтересовало. Организаторы, оценивая результат, отшучиваются. Ведь уже ждут в гости родителей. Наверняка ради результата. В ход пошли и заряженные батарейки. Редактор субтитров А.Семкин